Приветствую всех любителей шахмат. Мы продолжаем разбирать партии турнира претендентов в Цюрихе в 1953 года. И сегодня рассмотрим партию Марка Тайманова против Давида Бронштейна. В этой партии Тайманов играл белыми и сделал первый ход d2 d4. Черные ответили кони в 6, белые пошли c4, на что Бронштейн отвечает c5 подрывом в центре. Белый захватывает пространство, а черные фенкетируют слона на большую диагональ и после развивающего хода конь c3 берут под контроль центральное поле e5. Тайманов устанавливает еще одну пешку в центре и получает в ответ жертву b5. Это волжский гамбит. После взятия на поле b5 в дальнейшем черный играет a6 и таким образом получает две открытые линии. Но Бронштейн пока что не спешит, развивает фигуру, готовит рокировку, белый также развивается. Черный спрятали короля в безопасное место, белый подготавливает рокировку развитием слона на поле e2. И вот здесь наконец-то черный нападает на пешку b5. Белый меняется на a6 и делает рокировку в короткую сторону. Итак, что же черный имеет за пожертвованную пешку? Прежде всего, это две открытые линии, по которым можно давить на пешки a2 и b2 мощного чернопольного слона, который также стреляет на ферзевый фланг. В общем, компенсация определенная имеется. Дальше Бронштейн развивает ферзя и берет под контроль поле e5, так как белый часто проводит игру, связанную с продвижением пешки e. Белый устанавливает ввиду этого ладью на линию e, поддерживая в дальнейшем продвижение белой пешки. Черный развивает последнюю легкую фигуру. Здесь таймана меняется на поле a6 и нападает на ладью, расположенную на этом поле. Черный укрепляет ладью и нажимает на пешку a2. Белый делает профилактический ход h3, направленный против маневра конь g4, конь e5, на что следует продолжение конь b6. Идея Бронштейна заключалась в прыжке коня на поле a4 с разменом защитника ферзевого фланга. Белый пока что соединяет между собой ладьи, развивает чернопольного слона. Черные ответили конь e5. Это своего рода защита от прорыва в центре e5, поскольку в случае хода e5 черные возьмут на e5. И на продолжение конь e5 объявят вилку и таким образом выиграют фигуру. Белый поэтому отступает слоном на поле d2. И этот ход судя по всему является ошибкой. Есть такое правило в дебюте, что одной и той же фигурой ходить дважды не следует. Нужно было предпочесть ход ладья c1 и в дальнейшем попытаться продвигать свои пешки вперед на ферзевом фланге. Продвигать проходную и в целом играть на ферзевом фланге. Уж коль скоро белым прорыв e5 не провести. После же ошибочного хода в партии слон d2, черный осуществляет свой план, меняет коня белых и полностью решает все дебютные проблемы. После размена на поле a4 у белых атакованы пешки на b2 и a2. Тайманов меняет чернопольных слонов. Именно для этого он возвращал своего слона на поле d2. Но после размена на поле c3 выясняется, что пешку на a2 держать попросту нечем. Дальше черный строится по линии a и попросту отыграет лишний материал белых. Так и было сделано. Бронштейн пошел ферзь a5, нападая на пешку c3 и пешку a2. Белые защищают пешку на поле c3, черный предлагает размен ферзей. Ну и попытаемся оценить данный размен. Дело в том, что после размена ферзей пешка на поле a2 все равно падает и в позиции белых остаются хронические слабости. Это отсталая пешка на c3 и отсталая пешка на поле e4. Учитывая это, белым стоило уклониться от размена ферзей хода ферзь e3 и на взятие на поле a2 сохранить максимальное количество фигур на доске для того, чтобы попытаться все-таки организовать контр-игру. Ну например, сделать ход e5 и нападать на пешку e7 и черного короля. Ход ферзь d2 является ошибкой по той причине, что все равно черный с темпом забирает на поле a2, предлагает размен ладей и нападает на ферзя. После размена на поле a2 белые сыграли e5, черный поменяли ферзей и дальше взяли на e5. На взятие ладьей сыграли король f8, защитили атакованную пешку. Ну и мы видим, что черная ладья явно активнее своего оппонента ладьи белой. Дальше был сделан ход конь b3, белый нападает на пешку c5 и видимо этот ход является решающей ошибкой. Необходимо было подтянуть короля в центр для защиты своих слабых пешек. После же хода конь b3 черный нападает на коня и на отступление коня активизирует ладью через тыл. Атакованный король отступает на h2 и черные здесь вынуждены защищаться от угрозы шаха с поля d7 с последующим выигрышем пешки. Так что бронштейн прикрывает поле d7 конем, белый здесь предлагает размен коней. Переход в ладей на окончание будет сулить отличные шансы для белых на спасение. Поэтому черный уклоняется от размена, нападает на ладью. Ладья уходит на g5 и черный играет ладья a2. Теперь они нападают не только на слабые пешки c3 и d5, но и на пешки королевского фланга. Конь вынужден сторожить пешку f2. Был сделан ход ладья g4, тайманов прицеливается к изолированной пешке на c4. Черный отвечает f5, но вилка не страшна, так как можно связать эту пешку. И ладья также попутно защищает пешку на поле f2. Черный переводит коня на поле b6, нападая на d5. Защищать пешку нечем, поэтому белые несут материальные потери. Взяли на d5 черные. Белая ладья отступает на d4, нападая на коня. Конь уходит на b6, при этом защищая пешку на поле c4. И был сделан ход ладья d8. Шах к королю. Король отступил на поле g7. И дальше белый убирает из-под боя атакованную пешку на поле f4. Черные напали на коня. Белые выписали шах. Король отступил на f7, нападая опять-таки на коня. И после хода конь d4 был сделан ход коня a4. Постепенно черный подбирается к слабым пешкам. Белых сейчас пешка атакована. Защитить ее можно ходом конь b5. Но тогда будет продолжение ладья b2 с нападением на коня. Бронштейн забирает пешку на c3. Тайманов пробивает на c4. Кажется, что вот-вот партия причалит к ничейной гавани. Поскольку все пешки находятся на одном фланге. У черных всего лишь одна лишняя. Но оказывается, что после прыжка коня на поле d5 единственный способ защитить пешку на f4 это увести назад коня. И здесь прилетает кабани удар ладья g2. Если теперь белый король забирает ладью, тогда будет вилка. Черный отыгрывает ладью и получает две лишние пешки в конебом эндшпиле. Но в партии был сделан ход короля h1. Что в принципе не меняет ситуации. Так как Бронштейн отступает ладьей на f2. Нападает на коня. У белых две слабые пешки на f4 и h3. Помимо этого у черных два лишних пехотинца. И говорить здесь не о чем. Поэтому на 42 ходу Марк Тайманов признал себя побежденным. Итак, в этой партии белые непритязательно разыграли дебют. Тратили время на ходы одной и той же фигурой туда-сюда. Черные решили все свои дебютные проблемы. В дальнейшем Тайманов действовал неаккуратно. Ему необходимо было прежде всего сохранить ферзей. Для того, чтобы создавать свою контр-игру в центре доски. После же хода ферзи 2 в партии. Черным удалось поменять ферзей. И использовать хронические слабости белых слабые пешки. Если вам партия эта понравилась. Ставьте лайки. Подписывайтесь на обновление канала. Кликнув по изображению коня. Нажимайте на колокольчик. Чтобы не пропускать следующие видео. Пишите комментарии, вопросы, пожелания. И до скорых встреч.